Смотрите, значит, я напомню, что я в анонсе лекции написал про такую задачку. Я думаю, что вы ее сделали, но даже если вы ее вдруг не сделали, это не страшно. Я сейчас даже не буду рассказывать ее решение, потому что я буду сразу рассказывать решение некоторого обобщения. Но давайте все равно напомню эту задачку, значит, задачу про гномов. Значит, у нас есть сколько-то гномов. Они выстроены, ну, в какой-то момент их выстраивают в ряд, значит, и каждому надевают на голову шляпу. Я не знаю, я не очень умею рисовать гномов, давайте я нарисую каких-нибудь вот таких человечков. И так далее. Их вот здесь вот N человек. И, во-первых, у них есть, значит, они как-то упорядочены, вот они могут смотреть в одну сторону, каждый смотрит на следующих. И, во-вторых, у каждого на голове надета какая-то шляпа. Ну, допустим, вот у этого надета синяя шляпа, у этого красная шляпа, у этого тоже красная шляпа. И так далее. Допустим, у этого синяя. Дальше мы их спрашиваем по порядку. Ну, вот, значит, они тут как-то зумированы. Этот первый, этот второй, этот третий и так далее, этот N. И мы их спрашиваем по порядку. И каждый должен угадать, какого цвета шляпа на нем надета. Значит, гномы по порядку. Значит, во-первых, мы знаем, что гном с номером N, точнее, не надо давать какой-нибудь другой, с номером I видит все гномов с номерами I+,1, I+,2 и так далее. То есть каждый видит только следующих в этой цепочке и не видит, естественно, цвета своей шляпы. Значит, неинтересно. И дальше мы их опрашиваем по очереди. Опрашиваем по очереди. И каждый гном должен угадать цвет своей шляпы. Значит, они ничего не имеют права говорить, кроме как вот свои догадки по поводу цвета своей шляпы. И эта догадка должна быть сформулирована вот так, в виде одного бита информации. То есть они говорят либо красный, либо синий, больше ничего. Значит, и, соответственно, те гномы, которые не угадывают, их, в общем, казнят. Соответственно, вопрос, как бы им так договориться. Они могут заранее, то есть им заранее сообщают все эти правила игры, но до того момента, как они знают, в каком порядке они будут выстроены и какие шляпы они будут надеты, они могут договориться между собой о стратегии действий. И дальше им нужно угадать как можно больше. Чтобы как можно больше гномов угадал цвет своей шляпы. Значит, те, кто решали эту задачку, знают, какой здесь ответ получается. Скажите, какой получается ответ? Сколько, по крайней мере, удастся угадать? Решение не говорите. Я хочу, чтобы желающие могли еще поугадывать. Но сколько удастся спасти? Кто сделал? Всех, кроме одного? Да, значит, всех, кроме одного. В средних N-0,5. Ну, что такое N-0,5, не очень понятно. Точнее, не очень понятно, что такое в среднем. Потому что у нас здесь нет никакой вероятности. Не то, что мы говорим, что мы будем эти самые шляпы распределять, случайно образом подкидывая монетку. Мы просто говорим, что мы как-то будем распределять. И нас интересует некоторый гарантированный способ спасти как можно больше. Нас интересует такой детерминистический. Значит, чисто детерминистический, она вообще не про вероятность. Значит, есть вариант N-пополам. Ну, N-пополам – это, видимо, такой вариант, что нам нужно, чтобы, допустим, нечетные люди, которые стоят на нечетных местах, пожертвовали собой и назвали цвет шляпы того человека, который стоит перед ними. А, соответственно, все люди, которые стоят на нечетных местах, просто знают, какого цвета они должны повторить своего предшественника. Да, этот способ работает, он не оптимален, но позволяет, по крайней мере, спасти половину из всех наших гномов. Вот, но на самом деле я, значит, немножко проспойлерю ответ такой. Можно спасти, можно гарантированно спасти N-1 человека. Значит, угадать N-1 раз. Решение не буду говорить, но, в принципе, понятно даже вот в том решении, которое мы сейчас только что обсудили, более-менее понятно, что происходит. Значит, мы хотим сделать так, чтобы вот эта самая догадка, которая кем-то из гномов высказывается, передает тем гномам, кто находится впереди него, какую-то информацию про цвета их шляп. И дальше они могут использовать эту информацию, могут сопоставлять эту информацию с тем, что они видят перед собой, и с помощью этой информации угадывать, по крайней мере, кто-то может угадать гарантированно. Ну, вот есть действительно не очень сложный алгоритм, который позволяет сделать так, чтобы N-1 человек угадали гарантированно. Благодаря тому, что они могут вот так передавать информацию вперед. А теперь давайте рассмотрим такой вариант. Давайте модифицируем нашу задачу. Пусть гномы не слышат друг друга. Значит, не слышат своих предшественников. То есть они по-прежнему должны угадывать, какого цвета на них шляпа надета. Они по-прежнему могут перед всем этим мероприятием обсудить стратегию. Но в тот момент, когда они называют свой цвет или не свой цвет, но свою догадку, никто другой их не слышит. Сколько тогда можно гарантированно спасти? Есть какие-нибудь идеи? Понятна ли постановка задачи? Понятна ли постановка исходной задачи? И понятна ли постановка модифицированной задачи? Постановка понятна, как решать нет. Так, ну, значит, как вы считаете, сколько гарантированно можно спасти, если они не слышат своих предшественников? Значит, скольких можно спасти? Ноль. Это правда. Значит, действительно, нет никакого алгоритма, который бы позволил хоть кого-то гарантированно спасти. Ну, просто потому, что у нас, в принципе, каждый гном, он, что он делает? Он ничего не знает, кроме того, что он видит тех, кто стоит перед ним. Но те, кто стоит перед ним, никак не позволяют ему узнать ничего про то, какая шляпа надета на себя самого. Поэтому ответ ноль. По крайней мере, ноль человек спасен, но больше не факт. Это скучная задача, неинтересная. Но тем не менее, давайте пробуем посмотреть на ее обобщение. Пусть теперь гномов бесконечно много. Ну, то есть, счетное число, то есть у нас есть гномы с номерами 1, 2, 3 и так далее до бесконечности. То есть есть такая бесконечная последовательность гномов. Последовательность, ну, вот как у нас была последовательность числовая, только последовательность гномов. И все то же самое, что в предыдущей задаче. Они точно так же выстроены в линеечку, каждый смотрит на всех последующих, видит всех, весь бесконечный ряд всех последующих. И они по-прежнему не могут разговаривать, то есть они по-прежнему не слышат, не слышат друг друга в тот момент, когда происходит вот этот самый. Значит, шляпы выдаются как-то. Я никак не конкретизирую способ их выдачи. Я не произношу никаких слов, связанных с вероятностью. Они как-то выдаются. Ну, и если вам проще считать, считайте, что они выдаются просто, допустим, подкидыванием монетки, но на самом деле нет такого условия как-то. По крайней мере, нет никакого, нет никаких зависимостей между этими самыми шляпами. То есть нет никакого требования, чтобы это распределение шляп было бы каким-то. Не правда, что после трех красных обязательно должны наследовать синие, или никаких таких правил у нас нет. Как вы думаете, много ли народу удастся спасти вот в такой постановке задачи? Значит, понятно ли, во-первых, понятна ли самая постановка задачи с бесконечным количеством гномов? То есть, у нас есть последовательность гномов. Каждый смотрит в хвост, как бы смотрит на все члены, каждый видит все члены этой последовательности после себя, и они опрашиваются тоже по очереди, начиная с первой и так дальше. И вопрос, многих ли удастся спасти? То есть, какие есть варианты? Ноль или бесконечно много? Ну да, логично. В такой задаче должно быть что-нибудь в таком роде. Бесконечно много — это в каком смысле? Бесконечности тоже бывают разные. Всех, кроме конечного числа. Да, Никита, вы знаете ответ на эту задачу? То есть, вы знаете эту задачку или... Нет, но когда вы стали спрашивать... Я не знаю ответ, но когда вы спросили конкретно про какую бесконечность, это наводит на мысль. Хорошо, Никита прав. Значит, ответ такой. Всех, кроме конечного числа. Более того... Ну да, собственно говоря, все верно. Всех, кроме конечного числа. Или что то же самое всех... Или что то же самое всех, начиная с некоторого. Вот. Под крайней мере, я попробую вас убедить в том, что это так. Я хочу, чтобы вы прониклись степенью недоумения. Значит, гновов бесконечно много. Они никак между собой не взаимодействуют в процессе вот этого называния цветов. Но тем не менее, нет никаких законов, которые бы позволили, глядя на, допустим, следующего, угадать предыдущего цвета. Или глядя на двух следующих, угадать цвет предыдущего. Или глядя на трех следующих, угадать цвет предыдущего. Никаких таких законов нет. Никакой зависимости между цветами нет. И тем не менее, можно спасти всех, кроме конечного числа гномов. Верите? Ладно. Я, честно говоря, бы не поверил, если бы мне кто-нибудь такое сказал. Ну, давайте я попробую вас в этом убедить. Значит, и мне для этого понадобится аксиома выбора. Значит, опять эти приколы с бесконечности. Да, Данила права. Но более того, здесь не просто прикол с бесконечности, а тут прикол с аксиомой выбора. Значит, давай я тебе поговорю про аксиому выбора. Значит, что говорит аксиома выбора? Пусть у нас есть какой-то набор множеств. Ну, давайте пусть это будет набор множеств, которые я обозначу, скажем, буквой P. Значит, он состоит из каких-то множеств. Ну, давайте я как-нибудь эти множества буду обозначать, скажем, просто. Значит, есть какой-то набор множеств P. То есть P — это множество, элементом которого является тоже множество. И являются множеством. И при этом они не пустые. Значит, утверждается, что тогда можно образовать множество следующим образом. выбрав из каждого элемента P по одному элементу. Значит, ну, там, для конечного множества P это выглядит вполне такой понятной реалистичной историей. То есть, вот представьте себе, что у меня, например, P состоит из трех множеств. Скажем, 1, 2, скажем, множество Q, множество N. Вот придумайте мне какое-нибудь множество, которое я образую из этого P. Значит, это пример. Значит, можно из вот этого множества образовать... Да, например, можно взять один... Ну, давайте, можно взять действительно один, два, три. Или можно было бы образовать какой-нибудь другой пример, скажем, 2, 3, 7, 18. Вот что они в таком роде. Заметьте, что вариантов выбрать много разных. И, ну, так вот, непонятно, какой элемент брать из Q. У нас нет никакого хорошего алгоритма. Как бы мы могли бы сказать, что вот обязательно из Q нужно брать элемент такой-то. То есть, вот этот вот способ выбора, он неоднозначен. Но мы утверждаем, что можно вот просто взять и из воздуха сотворить. Значит, такой способ выбирать элементы. Вот. Как вам аксиома выбора? Кажется ли она вам в каком-то смысле подозрительной? Там, мне кажется, один какой-то момент может возникнуть, если у нас множество одинаковых, не знаю, ну, у вас может быть такое, что 1, 2, 1, 2, 1, 2. Не, ну, хорошо, ну, хорошо. Но, как бы, совершенно не обязательно, чтобы в этом новом множестве количество элементов было бы столько же, сколько и в предыдущем. То есть, нет никакой проблемы, например, сделать, породить из такого множества множества просто, который состоит из единицы. Просто мы из первого выбрали единицу, из второго выбрали единицу, из третьего выбрали единицу. Может быть, какая-то проблема, потому что у нас мощность итогового множества может быть меньше, чем... Может быть. Может быть, меньше. Не проблема. Может быть, из-за того, что элементы в П бесконечно? Бывает, да. Ну, бывает такое, что элементы в П бесконечно. Ну, хорошо. Ну, давайте представим себе что-то. Ну, я не знаю. Давайте представим себе вот такое множество, скажем. Представьте себе множество отрезков, скажем, от нуля до х, где x это произвольное число x это произвольное вещественное число если вы что-то слышите ничего не видно так почему ничего не видно почему отвалилась а все раз отвалилась значит давайте рассмотрим такое множество p значит другой пример возьмем такое бесконечное множество p который состоит из отрезков ну давайте считать что отрезки от 0 до x x это произвольное число больше либо равна нулю вот мы получили множество отрезков в котором элементов вообще несчетно значит нет ни с ними не тот сюжет про бесконечное количество визион там все-таки тоже вероятностная история тут нас нет вероятностей вот допустим что нас конечно вот такая штука ну или давайте что было что был повселее давайте давайте не такие отрезки брать этого слишком легко давайте вот такие отрезки брать значит ну вот придумывайте мне теперь какой-нибудь способ выбрать из каждой из вот этих множеств выбрать какой-то элемент то есть нам нужно у нас есть такое множество отрезков и И нам нужно каждому отрезочку поставить в соответствии какой-то его элемент. Ну, придумайте какой-нибудь способ. Значит, моя выбирающая функция, это называется, выбирающая функция. Это будет отображением из P, в данном случае в R. И она будет вести себя так. Она будет устроена так. Значит, давайте я обозначу буквы FI. FI от любого отрезка X, X плюс один. Это будет просто точка X. Выбираем лиовую границу. Ну, нормально, нормальная функция. Нет никакой проблемы. Вот пример с применением аксиома выбора для... Это не применение аксиома выбора, это скорее иллюстрация того, что делает аксиома выбора. Она строит вот такого типа функцию, которая множеством отсюда из P ставит в соответствии какой-то элемент этого множества. Вот. Ну, тоже, как видите, несмотря на то, как бы из того факта, что у нас здесь бесконечное количество элементов, в общем, никакой большой проблемы... Нет, ну хорошо, ну давайте что-нибудь еще повеселее. Давайте вот сделаем так, чтобы нельзя было брать левую границу. Давайте возьмем множество интервалов. Вот такая вот штука. Вот придумайте теперь какую-нибудь функцию, которая бы... Значит, вот такая функция теперь запрещена. Придумайте теперь какую-нибудь функцию, которая нам будет каждому интервальчику ставить в соответствие... Какое-то число, да. Например, X плюс 1, 2 прекрасно сработает. Тоже, видите, снова получилось придумать такую функцию. Вот аксиома выбора, она про то, что такая функция, такую функцию можно создать, как бы такая функция существует всегда. Может быть, ее будет сложно описать, может быть, ее как-то вообще непонятно, как описывать. Но суть в том, что такая функция существует всегда. Вот. Как? Понятно, что такое аксиома? Понятно, что гласит аксиома выбора? Да. Вот. Как? Ну, получается, что это не совсем просто выбрать из каждого по элементу. Это... То есть нам нужно выбрать в соответствии с каким-то наперед заданным правилом. Я правильно понимаю? Нет, 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 совершенно не обязательно, нет. Я просто... Ну вот, я в данном случае, мне нужно было предъявить какую-то функцию, но вот мы какую-то функцию предъявили. Но на эту функцию не накладывается никаких условий. Ну, просто мне трудно написать как-то... Мне трудно как-то написать конкретную функцию, кроме как формулой. Но, в принципе, можно думать про эту функцию как вот про... Ну, я не знаю. Вот вы просто... Представьте себе, что у вас такая супер бесконечная таблица, и у вас в одном столбце этой таблицы написаны всевозможные вот такие вот отрезочки вида x, x плюс один, а в другом столбце вы должны каждому этому отрезочку поставить в соответствие какой-то элемент этого же самого, ну, в данном случае, интервальчика. Поставить в соответствие какой-то элемент этого интервальчика. Совершенно не обязательно, чтобы была бы какая-то хорошая, красивая формула, которая будет ставить... которая будет устраивать это соответствие. Какое-нибудь соответствие. Суть в том, что мы всегда можем это соответствие придумать. То есть, грубо говоря, утверждение состоит в следующем, что я всегда могу сказать, вот есть у меня какой-то набор множеств, я всегда могу сказать, просто выберем из каждого множества, какой-нибудь из каждого множества этого набора по элементу и объединим все эти элементы в новое множество. Вот эта вот операция «выберем как-нибудь по одному элементу из каждого множества», она всегда, вот как бы я эти слова могу произнести, это никаких проблем из этого не возникает. Ну, например, когда мы там доказывали всякие штуки с пределами, там вот сказано, что типа для всякого x, для всякого y найдется такое n большое. Ну, и я обычно попросил явно задать способ, как n большое строится по y. Но, в принципе, далеко не всегда это обязательно. Можно было бы сказать, что давайте мы просто не будем явно это задавать, а просто скажем, что n большое должно удовлетворить какому-нибудь там условию для каждого y. И если только все эти условия задают не пустые множества, мы всегда сможем из этих множеств выбирать по элементам. Для каждого y какой-то элемент будет выбран. Ну, как, аксиомы выбора вас пугают, не пугают? Пока звучит разумно. Звучит разумно. Ну, да. Чего бы и нет. Хорошо. Смотрите, теперь мне нужно будет сделать такую штуку. Значит, вот смотрите, когда мы этих самых гномов расположили в ряд и присвоили им цветошляп, мы фактически выбрали такую последовательность. Значит, у нас получается распределение шляп по... Да? Вадим? Вадим, вы че сказать хотели или просто так нажали на кнопочку? Вот, видим просто так. Значит, давайте посмотрим на распределение шляп по гномам. Это просто отображение из N в множестве из двух элементов. Значит, в синюю шляпу и красную шляпу. Ну, вот давайте, чтобы каждый раз эти шляпы не рисовать, таким образом давайте я их как-нибудь закодирую. Ну, пусть синяя шляпа кодируется нулем, а красная шляпа кодируется единицей. Тогда распределение шляп по гномам – это просто последовательность из нулей единиц. Обычная такая последовательность, мы с этими последовательностями уже много работали. Значит, давайте я теперь сделаю такую штуку. Давайте, значит, мы назовем последовательности... Значит, вот у нас есть две последовательности – a, n, t и b, n, t. Мы их назовем эквивалентными. Если у них совпадающие хвосты. Ну, а что это означает? Это означает, что найдется такое n большое, что для всех n маленьких больших, чем n большое, а n t равняется b n. Значит, то есть, начиная с какого-то момента, эти последовательности совпадают. Но с какого момента – неважно. Если, начиная с какого-то момента, последовательности совпадают, то мы их назовем эквивалентными. И будем писать... Значит, a, n, t эквивалентно b, n. Вот. Теперь смотрите, давайте... Давайте... Мы сделаем такую штуку. Значит, для всякой последовательности... a, n, t... Значит, пусть... k от этой самой последовательности a, n, t... Это множество... Значит, это множество всевозможных последовательностей b, n, t... Таких, что b, n, t эквивалентно a, n... Значит, понятно ли определение? Понятно ли определение эквивалентности? Понятно ли определение вот этой вот штуки k от какой-то последовательности? Можно k еще раз посмотреть? Значит, смотрите... Вот у нас есть... У нас есть множество всевозможных последовательностей. Давайте я его условно нарисую вот так вот. У меня точечка этого множества – это одна последовательность. Теперь я беру мою последовательность. Значит, про некоторые из них последовательности мы знаем, что они эквивалентны друг к другу. Вот в смысле вот этого определения. Теперь я беру конкретную последовательность, вот какую-нибудь a, n, t... И дальше рассматриваю множество всевозможных других последовательностей, которые e эквивалентны. Вот та штука, которая получилась, называется k от a, n. Например, значит, у нас есть последовательность, скажем, сейчас минус единицы плохо, потому что у нас там 0 и 1. Пусть у нас есть последовательность вот такая. Есть последовательность 0, 1, 0, 1, 0, 1. И есть, например, последовательность... Значит, ну, они так дальше чередуются. Есть, например, какая-нибудь последовательность, которая устроена так. У нее сначала идут 4 единицы, а потом 0, 1, 0, 1, 0, 1 и так далее. Значит, вот эти последовательности, если мы предполагаем, что дальше они будут чередоваться вот так же, значит, эти две последовательности эквивалентны. Значит, если мы одну из этих последовательностей назовем, ну, давайте я скажу, что одна из этих последовательностей называется x, а другая называется y, то тогда верно, что x принадлежит k от y, а y принадлежит k от x. Значит, k от какой-то последовательности — это множество всех последовательностей, которые имеют с данной точно такой же хвост. Значит, ну, давайте для проверки, давайте я задам такой вопрос. Сколько элементов в последовательности, ну, сколько элементов в множестве k от последовательности? Значит, последовательность устроена так, а n равняется нулю для всех n. Значит, у тождественной нулевой последовательности сколько есть элементов, которые лежат вот в таком множестве? Сколько есть последовательностей, которые лежат вот здесь, и как они устроены? Бесконечно много, возможно. А точнее? Бесконечности бывают разные. Ну, столько же, сколько в множестве нейтральных чисел. Ну, то есть, счетное количество, не знаю, где. Счетное число, да. Счетное число элементов. И как все эти элементы устроены? Ну, одни нули. Не, непонятно. Если были только одни нули, то это была бы ровно одна последовательность. Вот ровно вот та самая последовательность, исходная, с которой мы начинали. Ну, то есть, например, 0, 0, 0, 0, 0. Не, непонятно сейчас. Подождите, у нас последовательности. Последовательности — это всегда бесконечный набор чисел. Ирина? Ну, с какого-то элемента вот эти последовательности станет тоже 0. Тоже 0, да. Значит, вот давайте действительно рассмотрим поподробнее вот эту штуку. Значит, как выглядит эта штука? Это всевозможные последовательности, которые устроены таким образом. В начале написано что-то, значит, вот здесь вот что-то, и этого что-то может быть сколько-то. А дальше обязательно сплошные нули. Вот всевозможные такие последовательности входят вот в этот вот класс. Значит, вот здесь у нас была последовательность, которая просто состояла из сплошных нулей. Значит, вот такая была последовательность, тождественная нулевая. Значит, эквивалентны ей все последовательности, которые начинаются с чего-то. Здесь есть какое-то количество, возможно, ненулевых элементов, а весь хвост нулевой. И таких последовательностей действительно счетное число, ну просто потому, что мы можем пересчитать все последовательности, у которых на первом месте может быть не ноль, у которых может быть на первом и втором месте не ноль, на первом и втором третьем может быть не ноль. Это все конечные множества, и у нас получается такое счетное объединение конечных множеств. Поэтому их будет их счетное число. Это не очень важно для дальнейшего. Но я просто хочу, чтобы вы все понимали, как устроены вот эти вот классы эквивалентности. Понятно, как устроены классы эквивалентности? Да. Отлично. Теперь смотрите, значит, чего я хочу сделать. Я хочу разбить все множество последовательностей. Вот в такие вот классы эквивалентности. То есть что это означает? Значит, я утверждаю следующее. Вот пусть у меня множество всех последовательностей, давайте мы ее как-нибудь обозначим. Значит, рассмотрим множество всех последовательностей. Давайте я скажу, что оно обозначается, допустим, буквой сигма. Буква сигма большая. Это не знак суммы, а просто буква сигма. Значит, и я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что вот эта самая сигма, ее можно представить в таком виде. Значит, сигма является некоторым объединением некоторых штук, которые… Давайте я их назову R-альфа, где R-альфа – это такие множества. Значит… Значит, давайте я напишу формально. Значит… R-альфа обладает такими свойствами. Для всех элементов x, y, принадлежащих R-альфа, x эквивалентен y… Значит, x, y – это у меня сейчас последовательности. У меня надоело писать их с фигурными скобками, я их буду просто обозначать обычными буквами. Значит, вот это последовательности. Значит, если две последовательности входят в одно и то же множество R-альфа, то тогда… Так, что-то у меня решил подвиснуть планшет. Ну, хорошо, это не планшет, я решил подвиснуть, а программа… Ага, вот программа развисла. Значит, если две последовательности входят в 1-R-альфа, тогда обязательно… Они эквивалентны друг другу в смысле вот той эквивалентности, которую мы сейчас ввели. То есть это означает, что у них одинаковые хвосты. Значит, x, y – это множество всех последовательностей. Они вообще всех и всех… Это… это… это вот множество всех последовательностей из нулей единиц. Всевозможные последовательности из нулей единиц. Из нулей единиц? Почему из нулей единиц? М? Это откуда из нулей единиц взялось? Подождите. Ну, значит… А, это вот так, все. Да. Вот отсюда. Мы изначально закодировали шляпы нулями единицами. Это наше распределение шляп на наших этих самых… Значит, σ – это фактически просто множество всевозможных отображений из n в 0,1. Значит, если у меня есть две последовательности из одного r-α, то тогда обязательно они эквивалентны друг другу. И наоборот, если у меня есть последовательности x из r-α, а y – не из r-α, то тогда они обязательно не эквивалентны друг другу. А почему мы утверждаем то, что σ состоит только из объединения этих ораликов? Почему кроме них туда ничего не может входить? Ну, смотрите, значит, это некоторая стандартная конструкция. Давайте я попробую ее объяснить. Вот смотрите, значит, как это все устроено. Вот есть у нас общее множество всех последовательностей. То есть вот это вот σ. Дальше. Я возьму здесь какой-нибудь элемент и возьму множество всевозможных других элементов, которые ему эквивалентны. Получу таким образом его, значит, у меня есть x, а вот все вот это, то, что я сейчас закрасил, это k от x. Ну, на самом деле, там их будет бесконечно много. И это моя, это вот одна из штук, одна из r-α, которые здесь написаны. Альфа – это как бы какой-то индекс, который показывает, что их здесь на самом деле много, этих r-к. Значит, дальше я возьму какой-нибудь другой элемент, значит, какой-нибудь элемент еще, и возьму, от него тоже возьму соответствующий его k. Значит, вот у меня будет k от y. Значит, и так далее. Значит, если у меня x и y, вот смотрите, важный момент такой. Значит, у меня... Если у меня x и y сами принадлежат одному классу, то есть если у них у обоих одинаковые хвосты, то это означает, что их k совпадают. Ну, потому что у нас, на самом деле, для нашего отношения выполняется такое условие, значит, что если... Значит, если x эквивалентен y, а y эквивалентен z, то тогда x эквивалентен z. Это условие называется транзитивностью. Вот если у последовательности x и y одинаковые хвосты, у последовательности y и z одинаковые хвосты, то у последовательности x и z тоже одинаковые хвосты. Значит, таким образом, справедливо такое утверждение, что если x эквивалентен y, то тогда k от x совпадает с k от y. То есть, иными словами, вот эти вот самые классы эквивалентности, k-шки, они могут либо не пересекаться, вот как здесь у меня на картинке нарисовано, либо они полностью совпадают друг с другом. Никак по-другому быть не может. Понятно вот эта идея? Понятно, почему вот такая вот штука верна? Да. Вот. То есть, таким образом, смотрите, что получается, что мы можем просто сказать такую вещь. Вот давайте мы возьмем все наше множество последовательностей. Давайте мы просто сделаем так. Вот смотрите. Значит, у нас sigma является объединением по всевозможным x из sigma k от x. Вот с таким утверждением вы согласны? Значит, среди вот этих вот кашек многие совпадают. Но, тем не менее, вот такое объединение имеет место. На это, собственно говоря, вот ровно то же самое, что здесь написано. Ну, то есть, здесь можно сказать, можно теперь из этого объединения повыкидывать все совпадающие элементы. Тогда вот эти вот r-альфа, они будут не просто образовывать вот такое вот объединение, а они еще будут не пересекаться друг с другом. Значит, давайте я скажу, что вот если у меня есть r-альфа и какая-то r-бета, то они обязательно не пересекаются. Значит, вот в такое объединение верите, а потом выкинем из этого объединения все повторяющиеся элементы. После этого получается вот это самое объединение по r-альфу. Это некоторая абстрактная конструкция. Но, в принципе, ну, конечно, ее проще было бы рассмотреть на каком-то более простом примере, на каком-то более обозримом. Не знаю, нужно или не нужно. Нужно на каком-то более простом примере показать? Допустим, можно на каких-то конечных множествах показать, как это работает. Скажите, нужно или верить вот в это разбиение на классы эквивалентности? Я вроде бы уверена, если вы покажете, мне кажется, более понятно будет. Ну, смотрите, хорошо, давайте я что-нибудь другое сделаю. На самом деле это совершенно универсальная конструкция. Если у нас есть некоторые отношения эквивалентности, которые обладают некоторыми свойствами типа транзитивности, ну, на самом деле, нужны три свойства. Значит, транзитивность. Значит, хорошо, давайте я, давайте я, может быть, сейчас чуть-чуть более общего скажу. Значит, пусть есть множество, есть абсолютно абстрактное какое-то множество, множество А, и на этом множестве определено, значит, есть отношение эквивалентности. То есть про два элемента мы можем сказать, эквивалентны они друг другу или нет. И это отношение эквивалентности должно быть устроено так. Значит, вот отношение эквивалентности обозначается x тильда y, и это отношение эквивалентности должно обладать тремя свойствами. Если x эквивалентна y, то y эквивалентна x, x всегда эквивалентен x. И третья свойство — это как раз транзитивность. Если x эквивалентен y, а y эквивалентен z, тогда x эквивалентен z. Значит, в этом случае а разбивается в объединение r альфа, где r альфа как раз обладает таким свойством, что, значит, все r альфа не пересекаются друг с другом. И x т эквивалентна y тогда и только тогда, когда существует такой r альфа, что x принадлежит r альфа, и y принадлежит r альфа. Значит, это некоторая общая концепция. Давайте я покажу ее на более обозримом примере. Вот, смотрите. Давайте я введу на множестве целых чисел. Это множество целых чисел. И давайте я скажу, что два числа эквивалентны друг к другу тогда и только тогда, когда, например, они имеют одинаковый остаток при делении на 17. Значит, x... Давайте я просто скажу, что x минус y делится на 17. Ладно, 17 — это много. Давайте не на 17, а на 3. То есть мы говорим, что два целых числа эквивалентны, и если они имеют одинаковый остаток при делении на 3, или что то же самое, их разность делится на 3. Вопрос. Как устроено в этом случае разбиение а на r альфа? Значит, кто такие тогда r альфа? Ну, числа с остатком 0, числа с остатком 1, числа с остатком 2. Да, совершенно верно. Тогда у нас z объединяется в объединение, давайте, r0, r1, r2. Так что r0 — это просто все числа, которые делятся на 3. r1 — это все числа, которые делятся на 3 с остатком 1. r2 — это числа, которые имеют остаток 2 при делении на 3. Видно, что действительно это так и работает. То есть вот у нас есть бесконечно много чисел, все целые числа. Но их можно закрашивать. То есть я могу взять, например, число какое-нибудь, скажем, взял число 2. И теперь я могу рассматривать всевозможные числа, которые эквивалентны двойки. Значит, это число 2, дальше число 2 плюс 3 — 5, это число 2 минус 3. В общем, все вот эти числа попадают в один и тот же класс. Они все эквивалентны двойки. Дальше, соответственно, можно взять какое-нибудь другое число, скажем, вот это число. Оно будет эквивалентно вот этому числу и вот этому числу. Дальше можно взять еще какое-нибудь число, скажем, вот это число эквивалентно вот этому числу. И все, и на этом процесс закончился, никаких других классов у нас нет. Но видно, что у нас множество в всех целых числах разбилось вот в эти три класса эквивалентности. Значит, два класса либо совпадают, либо не пересекаются. Вот. Как, стало теперь попонятнее? Критерии мы сами задаем. Критерии мы, получается, сами задаем. В смысле, вот это отношение эквивалентности? Ну да, да. Да, единственное, что нам нужно, это отношение к эквивалентности, чтобы она обладала вот этими тремя свойствами. Можно проверить, что, например, вот такая штука обладает этими свойствами. Если разность делится на 3, то и разность в обратную сторону делится на 3. Значит, x-x это 0, делится на 3. И если у вас есть два числа, которые… Значит, если у вас первое число имеет такой же остаток поделения на 3, как второе, а второе, как третье, то первое имеет такой же остаток, как третье. Значит, вот эти три условия выполняются. Этого достаточно, чтобы работало вот такое разбиение. Понятно, что здесь можно было бы ввести точно так же деление не на 3, а на 4, на 5, на что хотите. Вот. Значит, соответственно, возвращаясь к нашим последовательностям, мы делаем то же самое. Мы вводим тоже отношение эквивалентности. Но только отношение эквивалентности у нас устроено так, что две последовательности эквивалентны, если у них одинаковые бесконечные хвосты. Значит, видно, что это отношение тоже обладает всеми тремя свойствами, которые мы требуем от отношения эквивалентности. Оно транзитивно, если у нас есть две последовательности, у которых одинаковый хвост, если есть третья последовательность, у которой одинаковый хвост с одной из этих двух, то значит, он будет такой же одинаковый с другой из этих последовательностей. Это все, конечно, нужно доказывать, но я думаю, вы мне сейчас поверите. Точно так же каждая последовательность эквивалентна сама себе, и если первая последовательность эквивалентна второй, то вторая эквивалентна первой. Вот все три условия у нас выполняются. Значит, точно так же у нас все множество последовательностей разбивается в такие классы эквивалентности, не пересекающиеся в каждом классе квадратности будет по счетному числу элементов всего эти классы квадратности будет континум представить себе все довольно трудно ну как верите в это разбиение теперь больше чем меньше есть какие-то вопросы хорошо ну давайте дальше поедем значит смотрите давайте теперь сделаем следующее значит вот у нас есть значит у нас все вся наша последовательность разбита вот в это объединение классов квадратности давайте мы теперь сделаем вот такую штуку вот у нас есть множество этих самых классов квадратности как вы думаете что я теперь хочу сделать объединение всех классов квадратности дает просто множество всех последовательностей но я могу просто рассмотреть множество этих классов квадратности то есть рассмотреть отдельно каждый класс как бы по отдельности собрать из них множество что получится не что получится что теперь хочу сделать как вы думаете да я теперь хочу применить аксиомы выбора и для каждого класса поставить соответствия какой-то 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 как говорит представитель этого класса для каждого вот этого класса квадратности для каждого множества я выбираю по представителю значит выберем по элементу это что такое будет это будет отображение значит мы хотим сделать такую штуку у нас и от какого-то r альфа это есть какая-то какая-то последовательность какая-то последовательность давайте обозначу их обозначу через x с индексом альфа последовательность я просто из каждого класса выбрал какой-то конкретно последовательность который там классу принадлежит и вот этот вот способ выбрать зафиксировал это можно делать кучу разных способов от я зафиксировал этот способ значит мы определим функцию выбора вот тут вот как раз мы пользуемся аксиомы выбора мы говорим что мы можем из вот этого нашего странного множества классов выбрать по одному по одному элементу ну причем не просто выбрать по одному не просто выбрать а мы знаем из какого мы какой элемент выбрали принципе легко легко потом восстановить значит давайте мы теперь скажем вот такую вещь теперь возвращаемся к нашим гномам значит что о чем должны договориться гномы прежде чем их выстроили в ряд и каждому надели по шляпе они должны договориться о вот этой функции фи то есть они должны выбрать эту самую функцию выбора а дальше происходит следующее а дальше они соответственно стоят стоят смотрятся друг на друга точнее каждый смотрит только на следующих и а каждый делает следующую вещь значит каждый гном делать такую вещь что он видит хвост последовательности вот пусть это будет гном гном под номером и он видит хвост последовательности то есть он видит а это и плюс 1 и так далее он достраивает эту последовательность как-нибудь до полной последовательности ну например он просто ставит 0 и на все элементы до него сейчас сам себя он не видит поэтому вот так то будет начиная с а и плюс 1 что вот это он видит гном и видит вот эта часть последовательности здесь будет и плюс 2 бесконечно дальше достраивает ее до 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 полной последовательности мы рассматриваем случай когда они знают то что говорили предыдущие гномы или нет нет они 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 не знают что говорили предыдущие гномы они видят вот единственная информация которая располагает каждый гном это он видит какие шляпы надеты на следующих больше ничего не на а значит он достраивает значит достраивает эту самую последовательность до полной последовательности но давайте для определенности считать нулями то есть он рассматривает такую последовательностью которая будет 0 0 0 и так далее 0 значит вот здесь у меня место 1 2 3 так далее здесь у меня место и а потом то что он реально видит значит можно рассмотреть такую последовательность после этого от вот этой последовательности давайте скажу что эта последовательность называется там как-нибудь y и т вот такой последовательности после этого теперь смотрите что мы что мы можем сделать у нас теперь есть бесконечная последовательность мы можем рассмотреть класс этой бесконечной последовательности k от y и той это классы ее класс эквивалентности и выбрать наш элемент из этого класса наш пред наш представитель в соответствии с нашей функции выбора представитель класса то есть это какая-то новая последовательность давайте я скажу что это какая-то последовательность которая будет устроена так b1 b2 и так далее b и b и плюс 1 и так далее до бесконечности вот какая-то новая последовательность что вы знаете про эту последовательность что по не точно можете сказать вот это последовательность вот у нас есть множество всевозможных последовательности какие в принципе бывают дальше мы это множество разбили на наши классы эквивалентности значит вот как там их разбили вот одна вот один класс эквивалентности вот другой класс эквивалентности вот 3 класс эквивалентности и так далее дальше мы в каждом классе эквивалентности зафиксировали изначально по точечке это представитель этого класса вот один вот другой вот 3 и так далее Теперь мы получили какую-то из строчечек, получили какую-то последовательность y. Вот она. Значит, вот она где-то находится, вот здесь, например. Значит, это y, y, it. Значит, что мы теперь сделали? Мы теперь взяли по вот этому y, it, восстановили класс эквивалентности, который этот y, it и содержит. То есть рассмотрели всевозможные последовательности, у которых такие же хвосты, как у моей последовательности. После этого мы взяли из этого класса заранее заданный элемент. Вот он. Вот эта вот штука, это и есть наша последовательность b. Получается, это множество, которое желтое. Это класс эквивалентности от y, it. Это все возможные предыдущие комбинации шляп, которые могли быть для этого гнома. Не обязательно предыдущие, в том числе и те, которые, то есть, значит, вот в этом классе лежат все последовательности, у которых такой же бесконечный хвост, как у y, it. Не обязательно начиная с и плюс первого элемента. Может быть, еще начиная с какого-то элемента. Но начиная с какого-то элемента они будут полностью совпадать. Ну, я к тому, что вот этот гном, он может с точностью сказать, что реальность лежит вот в этом множестве. Да, реальность, да, совершенно верно. Значит, реальность, реальная последовательность, которую он не знает, абсолютно точно принадлежит этому же самому классу. Да, совершенно верно. Да, значит, но что еще можно сказать про вот это? Что можно сказать конкретно про вот этого представителя, про вот эту вот бэшку? Давайте я скажу, что вот эта вот бэшка, это вот на самом деле вот эта вот точечка. Значит, что вы точно можете наверняка сказать про вот эту бэшку, если, например, вы сравните ее с вот этой вот ашкой? Они эквивалентны друг другу. То есть это означает, что начиная с какого-то места, не обязательно с и плюс первого, но начиная с какого-то места, они будут уж точно совпадать друг с другом. Так, смотрите, это сейчас ключевой момент. Давайте поймем, что все все понимают. Задайте какой-нибудь вопрос по всей этой конструкции. Значит, тут происходит некоторое... Да. Почему не обязательно с и плюс первого? Точнее, ну с и плюс первого обязательно, может быть, просто с какого-то предыдущего еще? Нет, 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 они совершенно не обязаны совпадать, начиная с и плюс первого. Вообще не обязаны совпадать. Смотрите, известно только то, что... Вот реально, что известно? Известно только то, что вот эта последовательность бэшек, она принадлежит к классу эквивалентности вот этой последовательности. Вот это известно. Значит, может быть, конечно, она может совпадать где-то и рано, но совершенно никто не обещал, что она будет совпадать, начиная с и плюс первого элемента. Две последовательности принадлежат одному и тому же классу, если они совпадают, начиная с какого-то элемента. Они могут совпадать не с и плюс первого, а с вот этого элемента, с и плюс второго элемента. Они могут начать совпадать с и плюс сотого элемента, с и плюс тысячного. Откуда угодно они могут начать совпадать. Вот это единственное, что мы про них знаем, что они, начиная с какого-то элемента, начинают совпадать. То есть, как бы, смотрите, единственное, что мы знаем про вот эту последовательность b, это мы знаем, что она выбрана из того же класса эквивалентности, которому принадлежит y и ты. Вот эта последовательность. Последовательность, построенная it-ом-гномом по той информации, которую он видит, и достроенная влево нулями. Больше ничего не знаю. То есть, принадлежность двух последовательностей одному и тому же классу эквивалентности просто говорит, что они совпадают, начиная с какого-то момента. Какого мы не знаем. Ну да, это понятно, да. Так, давайте еще кто-нибудь скажите что-нибудь. Значит, насколько понятна конструкция? Ну, все, получается, мы решили задачу, по сути, да? Ну да. Ну да. То есть, смотрите, что здесь происходит теперь? Значит, если эта конструкция понятна, то дальнейшее дело техники. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, вот эти гномы, когда они по очереди будут называть, значит, когда они... Ну, сейчас, нужно еще сначала понять, как им цвета называть, этого я пока не говорил. Пока что они просто посчитали вот такую штуку. Сейчас разберемся с этим. Давайте, прежде чем с этим разберемся, давайте ответим на такой вопрос. Допустим, что и ты гном назвал вот такую последовательность. Вот конкретно вот эту последовательность, вот эту точечку. Что вы можете сказать про и плюс первого гнома? Он какую последовательность назовет? Ну, точнее, вот выберет в качестве своей бэшки. Эквивалентно этой? А точнее? Ну, то же самое, только у нас бэйт меняется на ноль, если оно было не нуленно. Нет, ровно то же самое. Он как бы вот в качестве своей бэшки, вот в качестве этой последовательности, он назовет ровно, они все будут называть ровно одну и ту же последовательность. Еще раз, можете повторить, это в каком случае происходит? Вот смотрите, значит, сейчас, пока что я не говорил, что конкретно будет называть гном в качестве своего цвета. Но я утверждаю, что вот эта последовательность бэшек, которая построена вот таким образом, она у всех гномов будет одинаковая. Почему это так? Ну, для начала я утверждаю, что у всех бэшек, у всех гномов вот эта последовательность игреков принадлежит одному и тому же классу. Согласны? Да. Вот. Ну, все. Если они принадлежат одному и тому же классу, то это означает, что они просто выбирают разные точечки, вот эти вот разные Y и T, это просто разные точечки, но в одном и том же, в одном и том же вот этом вот классе. они не выходят за рамки этого класса. Если они не выходят за рамки этого класса, то вот эта последовательность тоже у них у всех одинаковая, потому что, ну, как образована вот эта последовательность? Мы с самого начала сказали, что мы из каждого класса выберем по одному представителю. Вот мы и выбрали. Значит, мы сказали, что вот из всего этого класса мы выбрали в качестве представителя ровно вот эту точку. И ее же, значит, будут генерировать в качестве своей вот этой последовательности B-шек и первый гном, и второй, и третий, и четвертый. Просто потому что они все будут видеть один и тот же, как бы, они все будут видеть разные последовательности, вот эти, но все вот эти последовательности принадлежат одному и тому же классу, а раз они принадлежат одному и тому же классу, значит, мы выбираем из них ровно один и тот же фиксированный элемент, единственный фиксированный представитель. Значит, у всех гномов, давайте я так напишу, все последовательности Y и T эквивалентны между собой. Значит, согласен с этим утверждением? Оно получается верно только для гномов, которые после Y и T стоят? Нет, оно верно для всех Y. Вот сейчас, вот это вот утверждение верно для всех Y. Значит, у нас есть такой набор последовательностей. Значит, первая последовательность. Здесь нолик, а дальше то, что есть на самом деле. A1, A2 и так далее. Вторая последовательность. Два нолика, потом A2. Сейчас здесь должно быть не A1, а здесь должно быть A2. Значит, A2, A3 и так далее. Второй гном видит A3 и так далее. Слева дописывает нулями. Ну, давайте я напишу, здесь пусть будет. A4, A5. Значит, второй гном. У него такая последовательность. A3, A4, A5 и так далее. Третий гном. У него три нуля, а потом идет A4, A5 и так далее. Вот все эти последовательности друг другу эквивалентны в смысле нашего определения эквивалентности. У них у всех одинаковые хвосты. Согласны? Да. Да. Кто-то перед этим был не согласен? Не помню, кто. Кто-то говорил, что начинается только с Итого. А это я говорил. Я теперь понял, почему. Согласны теперь. Ага. Хорошо. То есть, смотрите, они все эквивалентны друг другу, значит, они все принадлежат одному и тому же классу. Значит, для них вот этот K от Y и Ит будет просто одним и тем же классом. Значит, K от Y и Ит не зависит от И. Значит, представитель этого класса тоже не зависит от И. Это какая-то одна фиксированная последовательность. Теперь вопрос. Что же все-таки, значит, вот мы теперь видим, что все эти гномы будут иметь в виду, они все вычислят вот эту последовательность. Что же им отвечать на вопрос о том, какая шляпа надета на них? Значит, и ты гном ответит, что на нем надета. Шляпа цвета. Какого цвета? Есть какие-нибудь идеи? Как теперь изготовить? Значит, вот у меня есть теперь вот эта последовательность бэшек. Как теперь изготовить цвет моей шляпы? Никто не догадался? Цвет, который нулем определяется, но это странно. Нулем в смысле сейчас... Просто? Просто б-итэ. Надета шляпа цвета б-итэ. То есть как бы вот эта последовательность б предписывает в некотором смысле и тому гному носить шляпу с цветом б-и. Правильно? Значит, пусть они будут называть эту самую шляпу б-и. докажем что после этого вот с таким выбором ответов они начиная с некоторого момента начнут все говорить правду все угадывать даже не угадывать а вот сто процентов называть ту шляпу которая на них надет почему это так потому что они знают в каком они классе находятся день ну короче не классе наверно почему они знают все кроме б и минус первого нет но они много что не знают они знают все они не знают все прошлое не знают бы и ты не знаешь нет башки то не все знают они не знают реально они знают ашки реальность все ашки предыдущие не знают потому что эти последовательности эквивалентны из какого-то момента они будут до башки значит у нас по определению по определению башка она вот эта последовательность она взята вот у нас есть какая-то настоящая последовательность а шаг значит вот не вот эти вот фейковые последовательность которые они сами себе придумали у нас есть какая-то настоящая последовательность ашек 1 а и так далее суть в том что это настоящая последовательность ашик живет в том же классе эквивалентности что и все вот эти значит она на нашей картинке находится где-то но вот где-то она находится в этом же классе вот где-то здесь находится и так далее и это означает что вот эта последовательность ашик реальность и последовательность бэшик как бы приближение к реальности которые используют каждый из гномов когда называет якобы свой цвет они находятся в одном и том же классе эквивалентность значит они эквивалентны друг другу значит никуда не денутся они начиная с какого-то момента начнут совпадать потому что мы так определили наш эквивалентность значит начиная с этого момента эти самые гномы называя каждая так сказать называя элементы последовательности бэйта начнут называть элементы последовательности аиты потому что они просто совпадают начиная с код момент все эти гномы чудесным образом спасутся то есть ну чисто по логике это получается как то что гриша говорил в начале лекции про обезьянок и печатные машины если они сидят и печатают просто выбирая какие-то там знаки чине рано или поздно попадут в ту последовательность которая нужно только непонятно в случае с обезьянками там все относительно просто у нас там есть но как бы у нас там есть какое-то конечное количество текстов и с какой-то вероятностью у вас рано или поздно если вы символы выбирать случайным образом с какой-то вероятностью и снимала вероятность того что вот случайный набор символов в какой-то момент попадет в ваш конечный текст здесь история другая потому что здесь у нас есть бесконечное количество бесконечная последовательность и они на протяжении всей этой бесконечной цепочки будут выдавать правильные ответы начиная с какого-то так что это не то же самое что история про обезьян но не не считая того что здесь вообще нет никакой вероятности никаких теоретико вероятности рассуждений вот но это и по существу не такая же теория но смотрите хорошо как кажется ли вам что кажется ли вам что я вас где-то обманул что такого не может быть что они начнут угадывать если честно мне тоже но я не знаю здесь как бы и я знаю эту задачку я не сам придумал в какой-то момент я услышал на семинаре в корнельском университете вот я вижу решение на мне кажется совершенно железобетонным но тем не менее до сих пор у меня ощущение что здесь что-то нечисто но вот чтобы чтобы еще и дополнительно усилить ощущение что что-то нечисто давайте рассмотрим такую ситуацию небольшой add-on к этой задачке давайте теперь считать что у меня шляп не 2 а сколько хотите 0 и на шляп нет это что-то маловато пусть у меня есть например каждая шляпа кодируется каким-нибудь вещественным числом пусть шляп значит столько же например сколько вещественных чисел то есть угадать одну шляпу из значит двух цветов в общем ну хорошо ладно может быть можно как-то угадать теперь пусть у нас шляп столько же сколько вещественных чисел на каждом надета по честному числу как вы думаете сколько тогда можно спасти уже всех за исключением код конечного числа на как мы можем договориться какой-то последовательности ну какой-то непосредственно допустим о каком-то вещественном числе которая будет представлять когда с какого-то определенного момента они совпадет наше число условно говоря и это и реальное грубое число но мы можем на самом деле закодировать просто нулями единицами тоже просто переведя в двоичную систему нет сейчас я видимо неудачно сформулировал это он смотрите вот у меня было значит у меня было раньше в качестве моего кодирования шляп было отображение было последовательность из нулей единиц у меня была вот такая штука а теперь у меня мой способ кодирования это последовательность просто обычная числовая последовательность то есть у меня каждому каждому гному теперь приписано не не просто красный или синий а приписано какое-то вещественное число это первым углом приписано втором углом приписано и так далее вот теперь вам нужно не просто угадать так чтобы каждый угадал красный или синий а чтобы каждый угадал какое конкретно вещественное число совсем бесконечным количеством цифр ну может в этом случае можно взять там не одну последовательность как было раньше а последовательность из последовательности и как-нибудь с этим что-то сделать ну вот на самом деле можно проще то доказательство которое приведено было для вот этого случая переносится на такой случай дословно оно просто работает мы нигде не пользовались тем здесь что у меня вот эти ашки обязательно были единицы значит вообще нигде не пользуюсь мы можем выбрать всевозможные последовательности естественных чисел точно также объединить их в класс по отношению к валентности для последовательности к валенту если у них одинаковые хвосты точно также выбрать по представителю из каждого класса и точно также использовать очередной и точно также используют представителя для этого класса который мы видим на самом деле вот абсолютно точно также работают на самом деле вообще не важно какое здесь множество здесь может быть какое угодно множество хотите например считать что вас на каждой шляпе на самом деле нарисована какая-то картинка допустим картинку можно считать что картинка это отображение скажем из квадрата 0 1 на 0 1 в множество допустим r в клубе ну что такая картинка это в каждой точке написан цвет этой точки можно считать что у нас шляпы вот так вот устроены каждая шляпа дизайнерская каждый шляпы дизайнерский какой-то дизайн вот и все равно тоже самое рассуждение прекрасным образом работает смотрите история такая что несмотря на то что они никак не могут коммуницировать между собой в момент когда их спрашивают несмотря на то что у нас нет никакой зависимости как бы настоящего от будущего нет никакой зависимости текущей шляпа от следующей шляпы каким-то чудом знание всех последующих шляп позволяет начинать кого-то момента установить какое какая шляпа у меня сейчас это реально какая-то магия свое оправдание я могу сказать что вся эта конструкция совершенно нереалистично но начиная с того что невозможно увидеть их как-то обработать за конечное время бесконечную последовательность шляп вы видите впереди и заканчивает тем что построить вот эту функцию выбрать как-то эту функцию и согласовать или между собой тоже практически невозможно потому что вот эта функция но представьте себя что вам нужно каждому вот этому классу эквивалентности поставить соответствие по какой-то последовательности там эти классы эквивалентности континуум и вам нужно каким-то образом это выбрать и согласовать между ними они просто для этого должны обмениваться бесконечным количеством информации и совершенно непонятно как это сделать но тем не менее если бы им это удалось сделать и если бы им удалось бы как-то понять значит обработать вычислить значение этой функции на каком-то на той последовательности которые они видят они могли бы спастись но по камере их бесконечное количество было бы спастись все начиная с некоторого ну вот такая история так ну что давайте какие-нибудь вопросы если еще есть про войну и мир смотрите если у вас война и мир как бы бесконечно длинная и вы опять же просто случайным образом пытаетесь угадывать то вы не угадаете ее просто потому что если бы война и мир была бы не 4 тома бесконечно длинная если бы она была бесконечной последовательностью и вы посадили бы обезьяну случайным образом набирая цифры эту самую войну и мир напечатать то ни за какое время она бы ее бы целиком мне не напечатала бы ну ну то есть как бы нет ну неважно даже если перебором все равно у вас у вас потребуется ну как бы вы не можете перебрать смотрите если вы делаете и если вы это если у вас на генерирование одной последовательности уходит хотя бы одна минута то тогда то тогда вам нужно сгенерировать бесконечное количество этих последовательностей чем бесконечное количество смотрите это тоже самое это та же самая история что и несчетность множество всех последовательств из нулей единиц вы не можете если вы генерируете за одну минуту даже если вдруг генерируете за одну минуту бесконечную последовательность Вы все равно ни за какое время, даже за бесконечное время, не можете сгенерировать все последовательности, какие бывают. Так что перебрать не переберете. Но это реально другой, так сказать, немножко другая история, другой механизм. Вот. Так, ну что, давайте еще какие-нибудь вопросы. Нет, не видел, надо посмотреть. Ну хорошо. Ну что, если вопросов больше нет, тогда на сегодня до свидания и до лекции завтра в 9.30. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.